Что такое боевая собака? Тот, кто плохо разбирается в кинологии собаководствия, представляет себе эдакого зверя на четырех лапах, с пеной у рта и постоянно оскаленными клыками, готового броситься на все, что движется, даже на детей, которых считают обычными жертвами собачьих генов жестокости, выведенных в лаборатории классического безумного ученого. Иными словами, это злой волк, живущий среди нас. На самом же деле, так же, как и злой волк из сказок, собака-убийца – это просто литературный вымысел. Ни один волк не стал бы есть красную шапочку, потому что настоящий волк, учуяв запах человека, убегает. И ни одна собака не станет есть на завтрак маленьких детей только потому, что это ее любимое блюдо. Если собака кусает человека, на то есть веские причины. Кроме того, боевые собаки почти никогда не кусаются. Эти породы, наоборот, очень ласковы с людьми, потому что именно по этим признакам их отбирали. Дрессировщикам боевых собак нужны были собаки злые по отношению к другим собакам или другим животным, с которыми те дрались. Приучать же собаку кусать человека было не в их интересах. Только в силу ошибочных представлений и заблуждений, а также благодаря невежественным и некомпетентным людям, которые делали все возможное, чтобы опорочить боевых собак, они стали объектом настоящей травли, которую мало назвать постыдной. И главным ее героем стал король боевых собак, на самом же деле прекрасное и очень ласковое животное. Это американский пит-бультерьер. Американский пит-бультерьер. Американский пит-бультерьер происходит от собак, привезенных в Америку английскими и ирландскими эмигрантами в конце 18-го, начале 19-го веков. Собачьи бои существовали всегда, но в более далекие времена для этого использовали собак различных пород, лишь бы они были сильными и имели бы мощные челюсти. Так обстояло дело до конца 17-го века. Этих собак называли бульдогами, хотя, строго говоря, они не представляли собой какую-либо породу. Внимание! Не стоит путать этих собак с современным английским бульдогом. Они являются лишь его далекими предками. Тогдашний бульдог имел более длинные и стройные конечности, хотя и очень мускулистые. Это совершенно разные собаки. Лишь в конце 17-го века рождается идея вывести породу собак, которая может гарантировать передачу по наследству бойцовских качеств. Прежде всего, речь шла об агрессивности и нечувствительности к боли, а также о силе, упорстве и ловкости. Тогдашние бульдоги уже в значительной мере обладали некоторыми этими качествами, но им недоставало других, в частности, ловкости и агрессивности. Поэтому было задумано скрестить бульдогов с собаками, которые генетически обладали подобными качествами. В Англии речь могла идти только об одной породе, о терьере. Эта собака и в самом деле отличается наибольшей агрессивностью. Так появился так называемый буль-эн-терьер. Но о породе тогда говорить было еще рано, потому что думали только о боевых качествах, не придавая значения остальным. Только в 1835 году, когда был издан указ, объявляющий незаконными собачьи бои, дело сдвинулось с места. Конечно, менталитет любителей азартных зрелищ не изменился, они продолжали устраивать собачьи бои подпольно, и, к сожалению, делают это до сих пор. Однако в те времена уже начала формироваться официальная кинология, поэтому кое-кто решил вывести на основе буль-эн-терьера выставочную породу собак, сгладив также их агрессивность. Эта работа привела к созданию американского стафор-шир-терьера. Стафор-ширского буль-терьера и буль-терьера, который стал практически комнатной собакой. Однако другие собаководы не намерены были терять характеристики, типичные для боевых собак, которые, на их взгляд, представляли собой ценное генетическое наследие. Конечно, некоторые из них руководствовались иш-экономическими интересами, потому что бои проводились подпольно, а собаки-победители приносили огромные суммы денег. Но для многих других интерес этот был чисто профессиональный, не говоря уже о культурных традициях. Не стоит морщить нос, когда слово «культура» употребляется применительно к собачьим боям. Потому что на самом деле было бы слишком поверхностным считать это варварством. Особенно если представить, что такие проявления истинного варварства, как любые виды охоты или коррида, считаются благородными занятиями или даже элитными видами спорта. Причем ториадоров на родине славят, они являются примером для молодых, а когда поднимают голоса защитники животных, им всегда возражают, что речь идет о культурной традиции. И в самом деле это заявление трудно опровергнуть, потому что героем этого представления является не тот, кто убивает, а тот, кто побеждает, демонстрируя свою отвагу и быстрашие. Восхищение мужеством и силой на протяжении человеческой истории никогда не подвергалось сомнению ни одной культурной эпохой. И с этой точки зрения собачьи бои также приобретают другую окраску. Помимо экономических соображений, людьми движет желание воспитать, обучить и владеть этим сгустком силы, упорства и выносливости, вкладывая в него все больше и больше. Современных подпольных любителей боев интересуют только деньги. Они даже заставляют драться собак разного веса и массы, превращая зрелище в настоящее кровопролитие. Это, конечно, варварство. Напротив, истинные любители собачьих боев придерживались четких правил, бои устраивались только между собаками одного веса. Поэтому они старались воспитать в своей собаке качество, которое можно назвать мужскими в самом возвышенном смысле этого слова. Им нужна была собака, олицетворяющая легендарного, непобедимого воина, одним словом, супергероя. Прекрасно, что им это удалось. Американский Пит Бультерьер поистине сверх выдающаяся собака. У нее стальные мускулы, железная хватка. Она отличается невероятной ловкостью и мужеством, которое граничит с бесстрашием. Но в то же время у него очень доброе сердце по отношению к человеку. Он ведет себя точно маленькая комнатная собака. Сегодня, когда собачьи бои уже несовместимы с общественной моралью, этих собак начинают использовать в других целях, более далеких от насилия, в частности, как собак-телохранители. И знаете что? Это очень непростая задача, потому что многие Пит Були упорно отказываются кусать человека, чтобы заставить собаку вцепиться в рукавицу, необходимо пробудить в ней инстинкт хищника, убедить ее в том, что речь идет об увлекательной игре, которая никому не причинит зла. Только в этом случае от нее можно добиться выполнения функции телохранителя, причем очень надежного, потому что такой хваткой, как у Пит Буля, не отличается ни одна собака в мире. Селекционированный, чтобы кусать как можно сильнее, Пит Буль обладает пастью достойной акулы. Пулыки его хорошо развиты, он с такой силой сжимает челюсти, что они подобны тискам. Достаточно взглянуть, что он может сделать с деревяшкой, когда решает поиграть. Именно поэтому их считают опасными, но это все равно, что требовать уничтожить все грузовики на земле, потому что они могут задавить человека. Конечно, могут, если за рулем будет сидеть сумасшедший. То же самое относится и к Пит Булю. Если поводок в руках злобного психа, может случиться очень серьезное несчастье. Но если хозяин собаки человек уравновешенный, Пит Буль будет весел и добродушен, он даст себя погладить всем встречным детям, потому что такова его истинная натура. Когда он был боевой собакой, он должен был ненавидеть других собак, но никоим образом не людей. Самые фанатичные из любителей собачьих боев способны были даже убить собаку, если она рычала на человека. В любом случае, было неприлично иметь собаку, которая рычит на человека, потому что это признак страха, который Пит Буль не должен был знать вообще. Вывод. Пит Буль – одна из наименее агрессивных собак на свете по отношению к человеку. Однако, как и всякая другая собака, он способен пойти против своей природы, чтобы сделать приятное хозяину. Поэтому из него возможно сделать телохранителя и даже собаку-убийцу. Но того же самого можно добиться от Пуделя или Йоркширского терьера. Верно также и то, что от них этого было бы добиться гораздо легче, потому что по сравнению с Буль-терьером эти собаки гораздо менее уравновешенные, более нервные и более агрессивные по отношению к человеку. К сожалению, надо сказать, что психов вокруг достаточно, но им не очень хочется дрессировать пудель и убийц. Поэтому они предпочитают покупать щенков боевых пород. Это привело к тому, что некоторые рьяные министры и политики в различных странах, к сожалению, сделали следующий вывод. Если психи покупают боевых собак, значит, надо уничтожить боевых собак. Они предлагают принять закон, согласно которому собаки некоторых пород будут подвергаться кастрации и стерилизации. В первую очередь речь идет о питбуль-терьере, об американском стафарширском терьере, о брагетинском доге, ротвейлере и так далее. Это все равно, что сказать, запретим футбол, чтобы прекратить бесчинство на стадионах, или уничтожим ножи, потому что время от времени некоторые мужчины убивают ими жены, вместо того, чтобы резать хлеб. Но вернемся к истории питбуля, которого многие ошибочно считают огромной и даже гигантской собакой. Это не так. Боевая собака должна быть ловкой и компактной. Самыми подходящими экземплярами оказываются те, кто весит между 13 и 25 килограммами. Более тяжелые экземпляры получаются от скрещивания с другими породами. Кто-то может возразить, а о какой вообще породе идет речь? Дело в том, что Пит Бультерьер вообще не признан как порода. В некоторых странах он не допускается к участию в выставках и других мероприятиях, проводимых Федерацией кинологов. Совершенно верно. Пусть это не настоящая порода, однако где-то она признана. В США есть два клуба, которые покровительствуют этой породе и регистрируют ее. Это объединенный Кеннелл-клуб, основанный в 1878 году, а также Американская ассоциация собачьих пород, основанная в 1909 году. В те времена в некоторых странах кинологических обществ еще не существовало. На самом деле первой собакой, зарегистрированной как американский стафарширский терьер, был Пит Бультерьер. Но название Пит Буль вызывало у благонамеренных граждан недовольную гримасу, потому что слово Пит означает «яма для боя». Таким образом, название Пит Бультерьер не было признано официально. Этих собак можно было зарегистрировать только как американских стафарширтерьеров. С того момента, как мы уже говорили, собаководы стали следовать другим критериям. Но нельзя сказать, что эту породу создали сторонники стафарширов, а не Пит Булей. Потому что порода остается таковой, только если она не скрещивается с другими породами. И на протяжении поколений контролируются, подвергаются татуировке и официально регистрируются в специальной книге. Перед вами родословные немецкие овчарки, зарегистрированные итальянским кинологическим обществом. Как вы видите, здесь зарегистрировано три поколения собак. А это генеалогическое дерево Пит Бультерьер, зарегистрированное Американской Ассоциацией Собачьих Пород. Сколько поколений вы видите здесь? Глядя на это, трудно отрицать, что речь идет об отдельной породе. Официально, быть может, и нет, но с точки зрения генетики, это хорошо селекционированное и достойное уважение порода. Противники Пит Булей приводят также другой аргумент, утверждая, что они не могут быть признаны породой, поскольку не отличаются единообразием. Давайте оставим слова и обратимся к конкретным примерам. Перед вами Пит Буль. Это тоже Пит Буль. И это Пит Буль. А это немецкая овчарка. Это тоже немецкая овчарка. А это сибирские лайки, порода, пользующаяся особой популярностью в последние годы. И это сибирские лайки. И в какой же породе больше единообразия? Нет смысла говорить, что все собачьи породы, особенно те, которые должны сочетать рабочие качества и внешнюю красоту, включают различные типы. Иногда это небольшие различия, иногда более существенные. На это есть причины функционального характера. Естественная эволюция каждой породы заключается в том, что собаки из года в год меняют свой облик. Таким образом, нелепо утверждать, что Пит Буль является менее породистой собакой, чем сибирская лайка или немецкая овчарка с точки зрения ее единообразия. К Пит Буль-терьерам относятся враждебно еще и потому, что считают их потенциально опасными собаками, неуправляемыми и неподдающимися дрессировками. К сожалению, распространению этого мнения немало способствовали средства массовой информации, даже не зная, о какой вообще собаке идет речь. Сейчас мы немного расскажем о ней. Мы уже немало говорили о ее потенциальной опасности, а теперь посмотрите эти кадры, которые подтверждают всю нелепость этого заявления. Члены этого семейства вовсе не актеры. Это обычная семья, которую мы встретили в парке, когда снимали этот фильм. Собаки и дети видели друг друга впервые. Эта девочка тоже никогда раньше не видела маму со щенками, но, как видите, на нее нападают только щенки, а мать весело играет в стороне, не думая ни о чем. Опровергнув обвинение в опасности, перейдем к заявлению о ее неуправляемости. Противники Эпидбулли утверждают, что генетически он остается боевой собакой. Поэтому невозможно дрессировать таких собак вместе, потому что они не слушают приказов дрессировщика, а лишь бросаются друг на друга и раздирают друг друга в кровь. Это обычная площадка для дрессировки. Это вовсе не заводные собачки, а настоящие питбули из длинной родословной. Мало того, это молодые собаки, которых только начали дрессировать. Попробуйте проделать то же самое с группой немецких овчарок, а еще лучше терьеров, и все кончится грандиозным собачьим боем. Существует еще одно ошибочное утверждение. Питбуль не может стать телохранителем, потому что не слушается приказа «брось». Если он во что-то вцепился, его невозможно заставить разжать челюсти. Получается, что эта собака, вцепившаяся во время игры в мячик, обречена умереть с голоду в обнимку с ним. Но если серьезно, питбуль также отпускает жертву по команде, как боксер или немецкая овчарка. И даже лучше, потому что в глубине души он не верит, что человек может быть злодеем, а после ведет себя безобидно, как будто ничего и не было. Перед вами питбуль, который лает по команде. Он ведет себя безупречно и продолжает вести себя так же, проходя мимо целого ряда своих заклятых врагов. Извините, других собак даже не обращая на них внимания. Значит, неуправляемый? Но мы вовсе не хотим убедить вас в том, что питбуль – милая комнатная собачка, потому что это не так. Он остается непревзойденным бойцом, комком железных мышц, в которых заключено львиное сердце. Он также остается собакой, агрессивной к себе подобным, если не приучить его к общению в раннем возрасте. И если он начинает веселиться, противнику это веселье может показаться слишком свирепым, даже если речь идет о 80-килограммовом доге. Питбуль умеет не просто кусаться, у него железная хватка. И если он решит не разжимать челюсти, то разжать их можно, только просунув между зубами палку. Есть питбули, которые открывают рот, но этому их надо учить, терпеливо и упорно, прибегая к играм и поощрениям, как и с собаками другой породы. Питбуль любит играть и обладает даже определенным чувством юмора. Он понимает шутки, понимает, когда надо изобразить цирковую собачку, хоть это и не соответствует его природному чувству собственного достоинства, но что делать, если хозяйка хочет покататься с другом на карусели? Его очень интересуют всяческие игры. Вот этот пес по имени Рауль при помощи игры даже стал служебной собакой. Очевидно, что в игре каждая собака использует свой потенциал гораздо лучше, а питбуль задействует свою мускулатуру и челюсти. Его необычайная ловкость позволяет ему проделывать такие зрелищные трюки, как прыжки на дерево. Редкая собака в состоянии проделывать такие трюки. Но это не значит, что питбуль проделывает такие трюки по принуждению. Даже тот, кто плохо разбирается в собаках, поймет, что они играют и развлекаются вовсю. Прыгая, тренируясь или хватая палку, питбуль просто развлекается и показывает свою храбрость, точно так же, как ребенок, который развивается, катаясь на велосипеде или скейтборде. Задача родителей не допустить, чтобы ребенок подвергал излишнему риск у себя или других. Точно так же задача хозяина держать питбулли в определенных рамках, хотя иногда бывает даже трудно представить, на что способна эта собака. С точки зрения морфологии, питбуль должен оставаться боевой собакой, не потому, что его надо готовить к бою, а из уважения к его происхождению и той работе по выведению породы, которая была проделана до сегодняшнего дня. Если в прошлом это была боевая собака, она должна сохранять физические характеристики боевой собаки, даже если теперь она используется как комнатная, для охраны или участия в состязаниях аджилити. Кинология существует по принципу, который мы называем функциональной красотой. Собака красива в той мере, в которой она отвечает функциям, для которых была создана. Красивый питбуль характеризуется строением, которое максимально отвечает облику хорошей боевой собаки, хотя, к счастью, ему никогда больше не придется драться в яме. Его строение должно быть как можно более квадратным, чтобы придать ему максимальную устойчивость относительно веса. Поскольку задние конечности икру активно участвуют в бою, круп должен быть удлиненным, сильно покатым, поясница гибкой, живот подобранным, а задние конечности сильными и мускулистыми. Хвост должен быть низко поставленным, при взгляде сбоку он должен образовывать с линией крупа гармоничную линию. Грудная клетка должна быть глубокой и длинной, чтобы дать простор сердцу и легким. Лапы не должны быть слишком мощными, но передние лапы должны быть больше задних, потому что они являются опорными, в то время как задние являются толчковыми. И наконец голова. Это важная часть тела боевой собаки, но не настолько важная, как думают некоторые. Ни один питбуль не победил в бою благодаря форме головы, разве только благодаря ее содержимому, то есть уму. Однако некоторые параметры, имеющие функциональные значения, все же соблюдаются. Голова должна быть большой и глубокой, мочка носа чуть приподнята, чтобы собака могла дышать сожжатыми челюстями. Череп должен быть широким, переходящий в более узкую морду. Это объясняется тем, что та же сила, но приложенная к более узкой поверхности, образует большее давление, поэтому хватка собаки с узкой мордой будет мощнее хватки собаки с широкой мордой. Прикус резцов большого значения не имеет, потому что они не участвуют в хватке. Поэтому собаководы не обращают на них особого внимания, допустим любой прикус. Предпочтение отдается ножницеобразному прикусу, хотя допускается также клещеобразный прикус и слегка выступающая нижняя челюсть. Форма ушей также не имеет функционального значения, поскольку только не очень сообразительная собака попытается схватить в бою противника за ухо. Хороший боец предпочитает более уязвимые и жизненно важные места. Купированные уши могут спасти его от йоркширского терьера, но не от своих собратьев, поэтому форма ушей остается чисто эстетической проблемой и зависит лишь от личного вкуса. Собака с купированными ушами обладает более внушительным и грозным видом, но в глазах людей, а не собак. Если уши не купированы, собака приобретает более симпатичный и менее злодейский вид. Вот и все. Почему именно Пит Буля, а не американский стаффордширтерьер, не Доберман, не Док и не Ротвеллер? На самом деле ответа на этот вопрос нет, и в то же время их сотни, в том смысле, что каждый человек должен выбрать собаку, наиболее соответствующую его образу жизни, требованиям и эстетическим принципам. Пит Буль не является такой большой сторожевой собакой, как Терьер, например, но зато у него не течет слюна. Он меньше по размеру, чем остальные боевые собаки. Это идеальная комнатная собака, также и потому, что прекрасно уживается с собаками других пород. Она даже позволяет другой собаке взгромоздить лапы себе на голову, хотя в бою она бы спокойно слопала ее. Он уживается также с кошками, очень добр к детям, и все это по одной простой причине. Он бросается только на врага. С тем, кто ему не враг, он не дерется, и дело с концом. Будь то двуногое или четвероногое существо, он не будет обращать на него внимания, если его не разозлить. Однако эта собака разозлилась не на шутку. Почему же она не сделала котлету из этой таксы? Все очень просто. Хозяин попросил ее не трогать таксу. Мы уже говорили это, и повторим еще раз. Для хорошо воспитанного и хорошо дрессированного бультерьера, который всегда ладил с человеком, слово хозяина – закон. Поэтому бывшая собака-убийца сегодня превратилась в уравновешенную рабочую собаку, которая спокойно может работать в группе и прекрасно выполнять все команды. Поэтому в так называемой пет-терапии возник проект по использованию питбуля в реабилитации детей с проблемами. В заключении напомню, что питбуль – прирожденный спортсмен. Он всегда должен находиться в отличной форме. Ему не всегда достаточно просто подвижного образа жизни, поэтому можно использовать различные тренажеры, например, беговую дорожку, которые так нравятся питбулю. Итак, мы смогли хотя бы частично показать вам настоящего питбуля. Пса с печальным прошлым, но не по его вине, которому слишком дорого приходится расплачиваться за глупость и предрассудки своих собратьев, но уже двуногих. Надо запомнить одну вещь. Не существует собак-убийц. Есть только люди-убийцы. Вина собаки лишь в том, что она любит не того человека. Но если он находит хорошего двуногого друга, способного установить с ней дружеские доверительные отношения, питбуль будет представлять опасность только для преступников, для остальных же, больших и маленьких. Это будет ласковая собака, способная подарить вам свою дружбу и любовь. И тот, кто будет жить с ней, сможет понять фразу, которую мы однажды услышали от собаковода, который участвовал в съемках этого фильма. Вначале эта фраза вызывает улыбку, но потом кажется чистой правдой. В мире есть только две породы собак. Питбуль и те, которые хотели бы им стать.